Встречались в 1990 году, актер Чарли Шлеттер стал первым известным бойфрендом Дженнифер Энистон. Ребята вместе работали на съемках сериала Феррис Бьюлер. В шоу 21-летняя Энистон играла старшую сестру Шлеттера, но в перерывах между дублями она проявляла к коллеге совсем не сестринские чувства. По словам членов съемочной команды, Джен уже тогда была горячей девчонкой, и многие парни на съемках, в том числе и Шлеттер, были от нее без ума. Но сериал провалился в эфире, и страстный служебный роман закончился вместе с финальной командой Смитто. Встречали и в 1995 году музыкант Адам Дьюрице, основатель группы Каунтинг Кроуз, не самое серьезное увлечение в жизни актрисы. По признанию самого парня, они с Энистон даже не спали никогда. Однако Дьюрице все-таки стал важным этапом в жизни Энистон. Почему? Потому что хитрец задумал закрутить интрижку еще и с Кортни Кокс, коллегой Джен по сериалу «Друзья». Вместо склок девчонки лишь посмеялись над непутевым кавалером. А Энистон раз и навсегда сделала для себя вывод, что дружба не стоит ссор из-за мужчин. Встречались с 1995 по 1998 год на съемках «Друзей Энистон» встретила не только лучшую подругу, но и первую серьезную любовь. Актер Тейт Донован играл в сериале «Джошуа», с которым героиня Энистон, Рэйчел, встречалась в четвертом сезоне. По сценарию, ничего серьезного, но в жизни Донован планировал сделать любимое предложение. Правда, красотка опередила своего бойфренда, предложив ему расстаться. Были женаты с 2000 по 2005 год, эту историю все мы знаем, сказка любви, которая не должна была закончиться. Разрыв одной из самых красивых пар Голливуда стал настоящим потрясением для фанатов Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Они встретились в 1998 году на вечеринке, свидание, по слухам, подстроили агенты ребят, и Дженнифер очаровала Брэда. В 2000 году они поженились по большой любви, которая, однако, не очень долго продлилась. Неприятности вмешались в жизнь пары сначала потому, что Дженнифер не соглашалась завести детей. Истинной же причиной расставания послужило в дальнейшем совсем другое, на съемках фильма мистер и миссис Смит Питт серьезно увлекся своей партнершей Анжелиной Джоли. Джен долгое время пыталась вывести мужа на чистую воду и убедиться в правдивости своих подозрений об измене. Итогом семейной драмы все же стал развод Питта и Энистон в 2005 году. Встречались в 2005-2006 годах в объятиях смешного парня Винца Вона Джан нашла утешение после болезненного разрыва. Не изменяя своей давней привычки, Энистон закрутила роман на рабочем месте. Вон был партнером актрисы по фильму «Развод по-американски». Встречались в 2007 году британский манекенщик Пол Скалфор, мимолетное увлечение Энистон между двумя серьезными романами. Встречались в 2008-2009 годах певец Джон Майер младше Энистон на 9 лет. Но это не смутило актрису. А вот у самого музыканта отношения с красоткой оставили смуту в душе. Он признавался, что тоскует после расставания с Джен. И в интервью журналу Rolling Stone говорил, что разрыв с актрисой был худшим временем в его жизни. Слухи о романе ходили в 2009 году сплетники приписали Энистон роман с Купером после выхода фильма обещать, не значит жениться, где они играли вместе. Да, ребята действительно крепко сдружились на съемках и несколько раз встречались, папарацци то и дело ловили актеров на выходе из ресторанов. Но звезды отрицали, что у них роман, да и верных доказательств этому не нашлось. Встречались в 2010 году, в этот раз Дженнифер выражала симпатию к своему коллеге смелее, но журналисты заподозрили ребят в обычном пиаре, в прокат выходила их совместная работа «Охотник за головами». Актеры вместе появились на церемонии вручения премии «Золотой глобус», обнимаясь на красной дорожке под вспышками камер, и не стеснялись устраивать совместные прогулки в свободное от работы время. Но как только картина окупилась в прокате, звезды потеряли друг к другу интерес. Встречались с мая 2011 года, в 2018 году развелись после встречи с актером Джастином Теру, звездой культового фильма «Малхолланд Драйв». Для Энистон кончилась череда несерьезных увлечений и пиар-романов с партнерами по съемкам. Джастин и Джен познакомились в 2010 году на съемках комедии «Жажда странствий». В то время Теру был глубоко несвободен, актер почти 15 лет жил вместе со стилистом Хайди Бивинс, которую, несмотря на серьезный срок романа, оставил ради увлечения хохотушкой Джен. Женить влюбленных журналисты начали почти сразу, однако друзья пары утверждают, что Теру действительно сделал предложение Энистон через год после начала их романа, и та ответила согласием. Только вот свадьба все откладывалась и откладывалась, то из-за плотного съемочного графика, то из-за разногласий влюбленных по поводу организации торжества. Похоже, бедняжка Джен, обжегшись на молоке, старательно дула на воду и не спешила вновь выходить замуж. Устав гадать о дате свадьбы, сплетники и вовсе приписали Энистон. Беременность. На премьере фильма «Мы» Миллеры в августе 2013 актриса появилась в облегающем атласном платье, которое не скрывало животик звезды. Но, как мы знаем, иногда банан — это просто банан, и в том случае округлости Джен не имели никакого отношения к беременности. Сама актриса научилась легко относиться к постоянным обсуждениям ее несчастной холостяцкой и бездетной жизни. «Бедная Джен, ей так не везет в любви», — кричат таблоиды. «Да я супервезунчик в любви. Да, я живу без традиционного мужа и двоих ребятишек. Но если вам не нравится, то просто отвернитесь». «А мне вообще-то хорошо», — смеялась Энистон в лицо всем сочувствующим. И все-таки Энистон не устояла перед уговорами ее давнего бойфренда стать таки ее традиционным мужем. Спустя три года после предложения она стала женой Джастина Теру. Скромное торжество прошло в доме пары в Лос-Анджелесе. Гости не знали, что едут на свадьбу, влюбленные разослали приглашение на день рождения Теру. Всего на свадьбе было около 70 гостей, коллеги молодоженов по сериалам «Друзья» и «Оставленная», певицы Сия, телеведущие Эленди Дженнирис, Челси Хендлер и Говард Стерн, фотограф Терри Ричардсон. Наслаждаться медовым месяцем Энистон и Теру отправились на Бора-Бора. Увы, в 2018 году они расстались, и с тех пор Энистон пока официально одна.